Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. Также мое традиционное напоминание то, что в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш телеграм-канал Amarkets, где каждый день мы размещаем информационные новостные посты, а также даем вам конкретные торговые рекомендации. Надеемся, этой информацией вы пользуетесь. Сегодня постараюсь покороче, потому что в целом мы ориентируемся на очень важные события завтрашнего дня. И только после того, как выступит Паул, когда оно завершится, это выступление, напомню, завтра в 17.00 по московскому времени, в понедельник, когда мы вернемся к разбору всего, что на рынках случится, у нас будут новые вводные, которые помогут нам построить какие-то новые средние-долгосрочные инвестидеи. И забегая вперед, я полагаю, что, и это уже неоднократно комментировал со своей стороны, что тот новостной фон, который мы в моменте с вами разбирали, анализировали, тот фон, который сложился за последние, не только дни, даже, а недели перед его выступлением в Джексон-Холле, это фундамент, на котором лучше выстроить в Федрезерву позицию сохранения экономических стимулов. Все упираются в программу количественного смягчения. Раньше было очень много сигналов и опережающих индикаторов того, что ФРС нужно уже начинать действовать. Но сегодня я не могу так сказать. Я считаю, что, напротив, принятие решений сейчас по лишению американской экономики стимулирующей поддержки, это решение, которое может привести к очень серьезным негативным последствиям, если, к примеру, осенью, друзья, мы будем констатировать значительное ухудшение ковидного фона. По прогнозам экспертов Всемирной Организации Здравоохранения осенью именно это может и произойти. Не хочется совсем уходить в плоскость таких плохих новостей, но вот, к сожалению, я бы и рад отказаться от темы ковидного характера, но мы возвращаемся к ней вновь и вновь, потому что она влияет на рыночное настроение, она влияет на действия трейдеров, инвесторов, на институционалов. И, конечно же, она влияет на мировую экономику, а эти изменения, они уже сказываются на тех решениях, которые мы с вами принимаем. Индекс доллара в моменте сейчас консолидируется в районе 93 пунктов. Вы знаете мою долгосрочную позицию? Я за ослабление американского доллара и считаю, что в эту пятницу было бы очень неплохо, если бы мы увидели отработку этой идеи. И очень странно будет, если при том фоне, который есть сейчас, ФРС решит, что пришло время для того, чтобы ужесточить монетарную политику. Я придерживаюсь сценария того, что ФРС не может игнорировать понижательные риски из-за коронавируса, и я придерживаюсь позиции, согласно которой макроэкономическая статистика последних недель из США усилила, мне кажется, или подкрепила уверенность тех голосующих членов ФРС, которые готовы отстаивать позицию сохранения макроэкономической политики. Вчера вышел отчет по заказам на товар длительного пользования, общий показатель снижения на минус 0,1% с роста на 0,8% двумя месяцами ранее. Более объективная статистика – это заказы без оборонного транспортного сектора. Они выросли, точнее, нулевая динамика, ну тут даже нельзя сказать выросли либо упали, но это плохо, потому что два месяца назад рост был в районе 1%, и по прогнозам значилась цифра, предполагающая прирост на 0,5%. Данные продолжают разочаровывать. Это все-таки еще данные, которые идут с прошлого месяца. А в рамках августа фон ковидный, он значительно ухудшился, поэтому через месяц мы будем говорить о еще более слабых макроэкономических данных. Сегодня в 15.30 выйдут данные по первичным заявкам на пособие по безработице, и также годовые данные по ОВП. Соответственно, еще два очень важных отчета, которые будут фильтроваться Джеромом Павлом перед его выступлением завтра. Я полагаю, что завтра, когда мы вернемся к этой теме, будет еще одна возможность сделать акцент на слабую статистику, и мне лично попробовать вам снова обосновать свою идею, теорию, почему доллар должен просесть. Потому что при реализации сценария того, что ФРС не станет менять денежную кредитную политику, в этом случае доллар точно пойдет вниз. Потому что тот рост, который мы видели ранее, он основывался только лишь на ожиданиях трейдеров. Того, что либо в Джексон Холле, во время выступления Павла на банковском форуме, либо уже по итогам сентябрьского заседания Федрезерва, мы получим сигнал того, что пришло время для того, чтобы корректировать денежную кредитную политику от Федрезерва. Думаю, что моя позиция вам теперь ясна, и надеюсь, что она была вам ясна ранее. По другим активам все без изменений. Золото 1787, локальная коррекция. Не нужно здесь искать какую-то конкретную фундаментальную причину. Сейчас идет самое настоящее перетягивание каната между золотом и рынком облигаций. Доходность облигаций растет, золото снижается. Доходность снижается, золото начинает развивать восходящую динамику. И вот эта вот ситуация, борьба продавцов и покупателей, она будет продолжаться вплоть до завтрашнего дня, до тех пор, пока не выступит Павло. Вот потом уже определимся конкретно с направлением. Но заранее отмечаю, что прогнозируя ослабление курса доллара, я за то, чтобы золото росло. Американский фондовый рынок очень хотелось мне сегодня поздравить всех вас, друзья, с достигнутой целью в 4500. Но мы буквально несколько пунктов не достали до нее. Хай 4497 пунктов. Вот как назло. Но надеюсь, что не последует какая-то более глубокая коррекция. Если вы сидели в этой сделке вместе со мной, друзья, подумайте, может быть и не стоит дожидаться прям 100% отработки идеи. Может быть тот профит, который есть уже сейчас, устраивает вас и лучше оставить в покое американский фондовый рынок. Но я, поскольку все-таки родил за уровень 4500, пожалуй, буду держать именно до данной отметки. И по остальным активам. Рынок нефти 70-85. Какого-то дополнительного новостного фона разобрать сейчас и нет возможности. Но продолжают приходить довольно неплохие новости из Китая. О том, что Китай сейчас не выявляет вообще новых случаев ковида. Соответственно, политика нулевой терпимости и жесткие меры на ранних этапах распространения инфекции могут уже, можно признать, принесли свои плоды. Но если, опять же, Китай не химичит со статистикой. Два сценария. Либо ситуация с ковидом осенью ухудшится в Китае, либо через какое-то время мы признаем, что вот эти проактивные действия, жесткие ограничения, прямо на первых признаках активного распространения инфекции, это то, что приносит свои положительные результаты. Я пока что Китай предлагаю вам убрать про запасы и в качестве триггеров, либо аргументов принять решение по нефти. И сейчас сфокусироваться именно на общем отношении инвесторов к риску и дождаться развязки по доллару, потому что именно дальнейшая динамика доллара повлияет в том числе и на рынок нефти. В целом, глобально я по-прежнему вижу куда больше рисков для всего сектора углеводородов, потому что Китай это не один из регионов, который ранее был охвачен ковидной паникой. И пусть и Китай является ключевым потребителем нефти, но помимо него есть и другие регионы, которые сейчас испытывают серьезные проблемы. И мы вот эту тему все равно возвращаем в плоскость соотношения спроса и предложения, где, на мой взгляд, предложения по-прежнему превалируют над спросом. И только из-за того, что за последние два месяца новостной фон, связанный с ковидом, ухудшился значительно. На этом, собственно, все, друзья. Хорошей вам торговой сессии. Ждем завтрашний день. И, соответственно, увидимся уже на завтрашнем брифинге. Я думаю, что информация какая-то перед выступлением Павла будет. Всем пока.